Скажите, пожалуйста, источники вдохновения каковы? Если говорить о том, что то, что вы делаете, вот сейчас мне больше всего напоминает такой русский блюз. Блюз не в смысле того, что это сыгранная американская музыка с дельтами и сикой русским музыкантом, а в том понимании, когда хорошему человеку плохо. Я вдохновение человеку из самых разных источников. Последняя песня, например, «Созвездие». Мы были в деревне Рязанской области у друзей, в деревне Липовка. Там нет ни магазина, ничего. И действительно гуляли по полям, там мельница есть. И давайте, я говорю, залезем там внизу. Вот так и залезем. И залезли, взяли гормонь зимой. Загорали какие-то свечки и начали там играть, что-то петь. Вот. То есть это явное место какое. Над ним очень яркие звезды. Такое деревье. Перед половиной домов уже люди умерли. Брошли. Вот. В этот момент я читала тоже книжку Ворхола. Про Ворхола. И там написано, что один из деятелей, ну их там тусовки американской, шли тоже по улице. Он увидел какую-то заброшенную часовню, туда побежал и начал плясать, вдруг петь. И у него какое-то пошло вдохновение. Ну, то есть из этой книжки кусок еще откуда-то. То есть какие-то разные переживания, которые перерабатываются. И поэтому… Заброшенная часовня или там подпол в деревне – это такой центр силы, где просто… И в чем он центр силы? Это просто место уединения какого-то. Место уединения. Не подпол, а это мельница. Она не подпол там такой. Она открытая такая, открытая. Несколько граней таких. Механизм уже поломанный. Вот. Но показалось, что там хорошо что-то спеть. А в этот момент еще мой друг… Мой друг Слава Пономарев, тоже музыкантована, в Москве организовывал в павильоне «Космос» на космические темы какой-то концерт. Он говорит, давай выступим. И у меня как-то вот эти переживания. Деревни переработались на тему этих созвездий. Казалось, что что-то не хватает. Надо написать свои песни про «Созвездия». И там исполняли. Павильоне «Космос», который раньше был советским космосом. Там купол красивейший. А сейчас там продают растения для посадки, саженцы всякие. При входе. Вот. А вдали вот этот космос. Ну, он какой-то идеализированный уже художниками стал. Космос, который нас куда-то завидует. Космос, как предчувствие. А вот такую штуку, как этнографические птицы. У нас была Хюля, кто, по-моему, рассказывал в Архангельской губернии. Где-то там слушали всякие, ну, народные, назовешь, наверное, какие-то как раз корневые такие вещи, которые никогда не записываются, не сдаются нигде в телевизоре. А там вот это все там как бы в этих самых заброшенных деревнях остается и так далее, да? Наверное, это все остается. Просто записано в движениях деревьев каких-то, в форме довиков сохранившихся. Ну, не то, что людей списывать. Спасибо.